Недавно я получил дивиденды на одну акцию в размере 650 тысяч рублей. Сейчас вы видите их на экране и за вычетом налога на дивиденды 13% 565 тысяч 500 рублей. И я поделился скриншотом вот этим и в чате своем и спрашиваю, как вы думаете, какая компания заплатила мне такие деньги? И люди спрашивали, блин, да, и сколько стоит такая акция? Люди говорят, наверное, транснефть, там миллиона 4 такая акция должна стоить и так далее. Все намного проще и грустнее. Открываю секрет. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Зимитков Юрий. Ну, мы приходим на фондовый рынок, и многие приходят на фондовый рынок для того, чтобы получать пассивный доход. И многие предпочитают покупать акции тех компаний, которые выплачивают дивиденды. И чем больше дивидендов они выплачивают, тем лучше. Поэтому, конечно же, вот такие дивиденды, ну, крайне интересны и крайне любопытны. Так какая же компания может выплатить такие дивиденды? Отвечаю, такие дивиденды может выплатить только частная компания и только маленькая компания. Потому что в маленьких компаниях, ну, бывает такое, что рентабельность намного выше, чем у крупных гигантов. Потому что, ну, вот так определенно, чем выше компания, тем меньше прибыль по отношению к ее активам. И если активы маленькие, то, соответственно, может быть и очень высокая прибыль. И что же это за компания? Ну, когда в чате у меня там спрашивали, говорят, ну, колись. Ну, я назвал эту компанию, полиграфический комбинат. И один из участников чата говорит, тот самый, который в Обнинске. Я говорю, ну, да. Ну, что я еще могу сказать? Он говорит, тот самый, у которого директор Деметков Юрий Алексеевич. Я говорю, да. То есть он верно угадал. На самом деле, мне заплатила дивиденды моя же компания. Сейчас я объясню, почему. Дело в том, что я недавно снимал видео о том, как обналичить деньги. Это большая проблема, на самом деле, когда у вас есть компания. Собственно, компания приносит прибыль. Это ваша компания, вы единоличный ее владелец. Но при этом, к сожалению, деньги со счета компании, которые находятся на счете компании, на банковском счете компании, вы можете вывести только на каком-то основании. И какие это могут быть основания? Ну, для выдачи зарплаты, для оплаты каких-то услуг, для еще чего-то, для еще чего-то. А просто так снять эти деньги вы не можете. Хотя вы единственный владелец этой компании. И самый не то, что простой, самый, наверное, один из самых доступных способов – это выплатить саму себе дивиденды, заплатив при этом 13%. Если на зарплату, то там еще сверху 30% платится на фонд заработной платы. Поэтому дивиденды. Но, к сожалению, тоже без налогов не обходится, потому что дивиденды платятся и с чистой прибыли, из которой уже уплачен налог на прибыль. Ну, вот эта вот боль, которая мучает всех предпринимателей. Я говорил, что я расскажу предпринимателям, как можно вывести деньги, ну, вот так, только под соусом дивидендов. Потому что как-то обналичить какими-то левыми способами сейчас уже абсолютно, ну, не получается. Есть там какие-то другие способы, но когда вот такие суммы уже в районе 600 тысяч, ну, в общем-то, уже ничего не катит. То есть можно там по мелочам что-то, вот, но так не катит. Поэтому, значит, частный бизнес, только частный бизнес может дать такие дивиденды и такую прибыль. Поэтому занимайтесь частным бизнесом. Ну, а если вы, скажем, не способны заниматься частным бизнесом, чувствуете, что у вас нет для этого, ну, какого-то, даже не то что желания, есть страх, вы ничего не знаете, вы не можете быть предпринимателем, то есть, ну, как бы предприниматель, это образ мышления, это много чего. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не способны быть предпринимателем, что я могу вам посоветовать? Инвестируйте в частный бизнес. Инвестируйте в частный бизнес. И инвестировать в частный бизнес можно, ну, скажем, если на бирже, на бирже это уже мы покупаем акции очень крупных компаний, которые прошли, значит, там, три аудита, чтобы зарегистрироваться на бирже, значит, там, проспекты миссии и так далее, и так далее. Это очень крупные компании, и они дают, ну, дают доходность, но при этом такие дивиденды ни одна компания не даст, и ни одна компания не даст такой рост. Такой рост и такие дивиденды могут дать только очень маленькие компании. А где можно инвестировать, каким образом можно инвестировать в очень маленькие компании? Ну, вот недавно я рассказывал, например, о проекте JetLand, который позволяет инвестировать в такие маленькие компании. Там самое главное экспертиза, насколько надежны эти вложения будут. И вот чем характеризуется компания JetLand, тем, что они проводят вот эту вот комплексную экспертизу по всем открытым источникам. Там всех пробивают учредителей, все, значит, там балансы смотрят, и так далее, и так далее. И всех контрагентов, то же самое об этом я рассказывал в видео, ссылочку на которое вы видите вон там. Вот. И компания утверждает, что, ну, те компании, которые вот у них на сайте, в которые можно инвестировать, они достаточно надежные, но при этом, конечно же, вы не покупаете пока долю в бизнесе, насколько я понял, вы даете им деньги в виде ссуды. Ну, вот такие условия. Но там можно получить 20% годовых и больше, в зависимости от степени риска. Там вы оцениваете. Но вот так, как вариант, получения достаточно хорошей, интересной вид инвестиций. Ну, вот такие соображения о том, что частный бизнес дает самые большие прибыли, самые большие дивиденды. Либо вы занимаетесь частным бизнесом, либо вы его как-то финансируете, либо покупаете долю в частном бизнесе. Есть и такое тоже, как только найду, я расскажу. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!